ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Центральный банк пояснил, могут ли страховые компании придраться к виновникам ДТП, если у них не пройден техосмотр. Ранее страховщики пригрозили таким автовладельцам регрессными исками. Однако, заявили в ЦБ, данная мера может использоваться только в отношении водителей, которых после 1 января не освободили от технического осмотра. Это в первую очередь коммерческий транспорт. ТРАССА СТО ОДИН В ГИБДД заявили о серьезном росте числа автомобилей, на которые нельзя оформить письма счастья. Дорожные камеры их не распознают. Приводятся данные за 2021 год по Москве. Якобы водители машин-невидимок избежали почти 10 миллионов штрафов. Почему так происходит? По словам полицейских, все большее число автовладельцев, дабы избежать наказания, прибегает к известной уловке. Переписывает договор купли-продажи каждые 10 дней. Прежний же хозяин авто может после истечения данного срока прекратить регистрацию транспортного средства. ТРАССА СТО ОДИН Компания Hyundai запустила продажи заряженной версии седана Solaris. Машина получила в названии приставку Sportline. Начальный ценник 1 миллион 211 тысяч рублей. Это на 200 тысяч больше обычной версии. Автомобиль отличается как внешними, так и внутренними элементами. Среди первых боковые молдинги и дополнительный спойлер. В числе вторых комбинированная отделка сидений и кожаные вставки в обивке дверей. Что касается мотора, то на спортивный он, конечно, не тянет. Это тот же 123-сильный бензиновый агрегат объемом 1,6. ТРАССА СТО ОДИН Неужели до сих пор от наказания за пьяное вождение можно отделаться по звонку? Казалось бы, эти истории ушли в прошлое. Нет, смотря кто звонит и кому звонит. В Нижнем Тагиле к двум годам тюрьмы суд приговорил бывшего начальника местного отдела ГИБДД за то, что приказал своим подчиненным отпустить пьяного сына депутата, заместителя председателя местной думы. Звонил полицейскому начальнику непосредственно сам народный избранник. Первая догадка его партийной принадлежности окажется верной. За решетку также отправился командир взвода ДПС. ТРАССА СТО ОДИН Российским водителям предложили выбрать самые полезные, на их взгляд, автомобильные опции. Опрос организовало агентство «Автостат». Наибольшее количество голосов набрали приспособления, которые используются в автомобилестроении уже много десятилетий. Это усилители руля, подушки безопасности, автоматическая коробка передач. Впрочем, до нашей страны все эти прелести добрались значительно позже. Массовый советский автопром их благополучно игнорировал. Также в список самых упоминаемых функций вошли АБС, климат-контроль, ИСП и подогрев сидений. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАСА СТО ОДИН. До свидания. ТРАСА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова